В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8 жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Сегодня в центре внимания экспертов программы итоги 5-го Всебелорусского народного собрания и патриотическое воспитание молодежи. Однако обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Игорь Завалей. Игорь Владимирович, добрый день. Секретарь Центрального комитета Общественного объединения Белорусско-Республиканский союз молодежи, председатель Центрального совета Общественного объединения Белорусско-Республиканская пионерская организация Виктория Минадова. Виктория, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель Гомельской областной организации бывших малолетних узников фашизма, член Президиума областного совета ветеранов спорта Тамара Пчеленкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара Адамовна, здравствуйте. Рад видеть. Милости просим. И руководитель военно-патриотического клуба «Честь» воинской части 55-25 Юнус Рахматов. АПЛОДИСМЕНТЫ Милости просим. Итак, Пятое Всебелорусское народное собрание, пожалуй, главное социально-политическое событие последних нескольких месяцев для всей страны. Игорь, скажите, как формировалась делегация Гомельской области? Ну, принцип формирования делегации очень был прост. Лучшие люди от политических партий, от общественных объединений, от трудовых коллективов были выдвинуты на голосование. Сначала на местах, в районе? Да, на местах, да. И на общих собраниях в присутствии этих же трудовых коллективов различных предприятий проводились голосования, по итогам которого были определены кандидаты. Каков процент молодежи в составе делегации Гомельской области? Примерно 7%, это порядка 25 человек, это было именно молодежи в составе делегации Гомельской области. Виктория, подключайтесь к разговору. Какой основной посыл звучал с трибуны Пятого Всебелорусского народного собрания от лица молодежи? Начнем с того, что одним из важных приоритетов программы социально-экономического развития на будущую пятилетку стала именно молодежь. И не случайно глава государства в своем выступлении неоднократно озвучил важную роль нашего подрастающего поколения в развитии государства, безусловно, и обновление кадрового потенциала среди молодежи. Хорошо, а о чем сама молодежь говорила? Может быть, какие-то инициативы были озвучены, предложения, которым обязательно прислушаются? Выступала студентка года 2015 Мария Марчук, наша активистка Белорусского Республиканского Союза Молодежи, и предложила во всех вузах страны создать волонтерские центры наподобие Республиканского центра волонтерского движения, который был открыт 1 июня текущего года. То есть это по большей части дельные инициативы и предложения, новые проекты, которые в ближайшие несколько лет будут реализованы во всех точках Беларуси? Безусловно, конкретные предложения, которые, я считаю, в силах осуществить всем нам, ведь именно нам эти предложения и инициативы собственные реализуются. Сегодня в студии на Пушкина 8 делегат 5-го Всебелорусского народного собрания, бригадир маляров-штукатуров Гомельского домостроительного комбината Ирина Шабулдаева. Ирина, добрый день, рад видеть в студии нашей программы. Подключайтесь к разговору. Давайте вспоминать, как узнали, что именно вам доверили представлять Гомельский домостроительный комбинат на этом престижном форуме? Знаете, это было очень неожиданно и приятно. Это был обычный рабочий день, я была на работе, работала. Мне позвонили из отдела кадров Гомельского домостроительного комбината и сказали, что моя кандидатура выдвинута в делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания. Первые мысли? Сначала, наверное, шок и волнение. Шок. Было очень неожиданно и очень приятно. После стояла задача достаточно серьезная. Подготовить выступление для аудитории более чем в 2000 человек, если быть точным, 2500 участников, вместимость зала Дворца Республики. Как сказать о самом главном, не растеряться? Как готовились? Знаете, доклад изначально был ограничен во времени, до 7 минут. И у меня была задача вложиться и по максимуму донести те волнующие проблемы, которые нас волнуют, чтобы меня услышал президент, большое количество людей, которые было в зале. И, естественно, я советовалась со своими коллегами, общалась очень много с людьми в бригаде. То есть мы обсуждали все наболевшие вопросы, которые нас волнуют. И уже в ходе этих всех проведенных разговоров... Как по пазлам начали составлять свой доклад. Да, начали составлять. И были выявлены основные главные вопросы, которые нас волнуют, которые я освещала на форуме. И все же зрителям, конечно, интересная изнанка. Как готовились? Наверняка много советчиков было. Кто-то советовал дыхательную терапию, чтобы не волноваться, кто-то другие советы, дельные, иногда не очень давал. Да, это было очень волнительно, потому что выступала на форуме такого масштаба вообще впервые. Да и вообще впервые выступала вот с высокой трибуны. Естественно, это огромная честь выступать от лица всех строителей Гомельской области, непосредственно от строителей родного ДСК. Поэтому я очень волновалась. Кто-то мне советовал правильно дышать. Ну, было много всяких... А это как правильно дышать? Правильно дышать – это один большой вдох и три коротких выдоха. Помогло? Помогло. Помогло, очень помогло. Конечно же, меня поддерживали, меня родные, близкие люди. И хочется сказать, что первыми моими слушателями были именно они. Я знаю, что вы человек опытный на стройке с, если не ошибаюсь, 17 лет. 17 лет. Буквально коротко, о чем был ваш доклад? О чем говорили? В первую очередь выделяла те наболевшие вопросы, которые волнуют нас, всех строителей, наверное, не только нашего Гомельского ДСК, и не только строителей, а вообще все руководство ДСК, а также всех строителей Гомельской области. В первую очередь нас всех волнуют вопросы, связанные со снижением объема строительства жилья. Ведь мы все понимаем, что это повлечет за собой сокращение рабочих мест. Каждый человек хочет иметь постоянную работу, хороший заработок. Поэтому это был самый первый основной вопрос, который волнует нас всех строителей. В общем, говорили о самом главном. За это спасибо. Сегодня ваше интервью практически во всех СМИ. Готовы ли были к этой популярности? Знаете, особой популярности я не ощущаю, ведь ничего сверхъестественного я не делала, всего лишь отвечала на поставленные мне вопросы. Но мне, конечно же, очень приятно, что мне уделено особое внимание, что меня услышали. АПЛОДИСМЕНТЫ Савустин Андрей, Гомельский медицинский университет. Впечатления от форума прекрасные. Это поражают масштабы, поражает то, как нас встретили. Это экскурсии, это подарки и, самое главное, ответственность, которая на тебя легла. Ведь я представлял свой университет, я представлял молодежь области. И от нас зависит будущее нашей страны. В своем выступлении президент остановился, конечно же, и на молодежной политике. Цитирую, мотивированная, образованная, активная молодежь – это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны. С этим сложно не согласиться. Среди приоритетов по-прежнему патриотическое воспитание молодежи. А куда без этого? Ведь сегодня во всем мире, практически во всем мире, к сожалению, историю перекраивают. Инус Иисуфович, Тамара Адамовна, согласна? – Безусловно. Историю перекраивают, и мы должны и обязаны молодому поколению рассказать правду о войне. Потому что в последние годы память Второй мировой войны подвергается искажению. Поэтому работа эта постоянно и необходима для нашей молодежи. – АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, очень много формализма стало в патриотическом воспитании. Патриотическое воспитание – это каждодневная работа. – Вы за конкретные дела и проекты? – Да. Ну, конкретные дела, например, нашли, поставили памятник в урочище Семень, где защитники города Гомеля в августе месяце защищали город Гомель. Сейчас у нас в проекте еще один памятник поставить коммунистическим батальонам, которые легли под деревней Семеновка в районе Урицкого. Вот. Ну, планы работы с молодежью – вот главные планы. Работать на самом деле, не формализмом заниматься, а работать с ними. – АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория, двигаемся дальше. Расскажите о масштабном проекте Союза молодежи «Цветы Великой Победы», который уже который год реализуется в нашей стране. В 2015 году в год молодежи по инициативе Союза молодежи на нашем съезде была предложена идея создания такого республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». И нам очень приятно, что глава государства поддержал эту инициативу, и она вышла за уровень молодежного проекта. Она переросла в общереспубликанский. И на сегодняшний день хочу сказать, что все те мероприятия, которые проходят по воспитанию гражданско-патриотического составляющей среди молодежи, проходят именно в рамках такого масштабного проекта. Символом этого проекта является яблоневый цвет с красно-зеленой лентой. Да, выбран не случайно. Красно-зеленая лента, цвета нашего национального флага символизирует независимость нашей страны, самодостаточность. И яблоневый цвет символизирует мир, молодость, трудолюбие белорусского народа. И, собственно, эти два символа объединяют сегодня не только молодое поколение, но и все население нашей родной Беларуси. Неотъемлемая часть проекта «Диалог поколений», который в Гомеле проходит еще и в рамках телеэфира. Игорь, расскажите, каким основным событием посвящен «Диалог поколений»? «Диалог поколений» был запущен 3 июня в городе Минске и продлится он до конца года. Был посвящен двум важным политическим событиям – это парламентские выборы и Всебелорусское народное собрание. Основная цель, чтобы во время диалога молодежь, с которой мы общаемся, которую мы привлекаем, и тот возрастное поколение, которое мы приглашаем, чтобы в спорах рождалась, как говорится, истина между ними. Поэтому это, наверное, основная цель. И мы очень много ждем от этого проекта, что там будет много выдвинутых инициатив, предложений, которые мы могли бы реализовать как на республиканском, так и на областном уровне. Виктория, это же не первый проект такого формата в республике. Те же открытые дебаты вспомним. А вообще, насколько у молодежи есть потребность сегодня в таких коммуникативных площадках? Это очень хорошая возможность молодежи себя проявить. Вы знаете, уже исходя из того, что по всей стране проходят такие мероприятия, поначалу молодежь ведет себя скованно. Но мы должны понимать, что только в ходе таких дискуссий может родиться какая-то проблема и пути решения, собственно, ее непосредственно на самом формате проведения. Поэтому мы смотрим. Для нас это новый формат, но мы в будущем планируем его продолжать. Важно сегодня учиться этому, и важно сегодня дать молодежи возможность самостоятельно мыслить и развиваться. И благодаря таким мероприятиям мы эту возможность предоставляем. Накануне Дня независимости музей БУЗ «Цветы Великой Победы» сделал остановку здесь, в Гомельской области. Сначала в Жлобине, потом в областном центре. Расскажите об этом проекте из Союза молодежи и Федерации профсоюзов Беларуси. Седьмого мая, накануне Дня Великой Победы, в текущем году стартовал республиканский патриотический проект «Музей БУЗ «Цветы Великой Победы», инициированный в этом году, как вы уже сказали, двумя массовыми общественными организациями. И цель, безусловно, была одна – консолидировать усилия общественных объединений, общества в целом, на основе изучения истории белорусского народа, истории изучения собственной семьи. Сегодня не каждый, к сожалению, молодой человек знает о том, воевал мой прадед на той страшной войне или нет. А если и знает, то без подробностей, к сожалению. Да, и знает, не знает где. И поэтому, когда сегодня мы предоставляем эту уникальную возможность посмотреть на экспонаты, которые связаны с историей и временем Великой Отечественной войны, и рассказать об этом, рассказать о том, что не должно повториться, и услышать правдивые факты от очевидцев той страшной трагедии, тогда молодежь начинает задумываться. И, в принципе, задумываться о том, какова история моей собственной семьи. И когда на выходе мы видим этот результат, когда хотя бы каждый человек задумается о том, воевал ли мой прадед или нет, и где, собственно, тогда мы видим результат своей работы. И этот проект не исключение. Он в этом году уже проехал практически по всем областным центрам, ну, уже включая Гомель, собственно, мы уже по всей стране объездили, всю страну. И экспонаты представляли разное время. Это не только Беларусь патриотическая. У нас изюминкой этого года стало то, что музейная экспозиция разделена на два виртуальных зала. Беларусь мирная, Беларусь патриотическая. И в год культуры мы хотели показать экспонаты, которые связаны с традициями, культурой, самобытностью белорусского народа. И изюминкой еще, к слову, является то, что в нашем музее можно своими собственными руками потрогать экспонаты, сфотографироваться, примерить на себе. И дополнением является то, что регионы привносят в экспозицию экспонаты, которые связаны с историей того или иного региона. Мне подсказывают, у нас есть материал в тему разговора. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние недели, ставшей уже знаменитостью в Беларуси, музей Бус колесил по всей стране. Интерактивная выставка «Цветы Великой Победы» проехалась по всем областным центрам, а завершила свой марафон на Гомельской земле. В нашем регионе первым городом, где ее встретили, стал Жлобин. Затем автобус прибыл в областной центр. Кстати, гомельский прием был, пожалуй, одним из самых ярких. К музею Бусу присоединились мотоциклисты клуба «Ночные волки». Так образовав целую колонну, они прибыли на площадку к Ледовому дворцу. Здесь члены мотоклуба передали в коллекцию музея несколько предметов военных лет. Идея нашего клуба, мотоклуба «Ночные волки», основная, скажем, цель, задача, и все, как можно это назвать, это быть патриотом своей родины, своей отчизны. Поэтому мы делаем все, что входит в рамки имени патриот своей родины. Если мы едем, открываем новые мотокружки или работаем с молодежью, мы считаем это патриотизм. Если мы приезжаем на акцию, здесь тоже есть молодежь, организовываем общение с взрослым поколением, с ветеранами. Молодежь плюс ветераны плюс мы через мотокультуру. Мы хотим их привлекать, быть активными членами нашего общества, нашей Мелоруссии. В составе автоколонны наравне с бывалыми байкерами за рулем мотоцикла сидела пожилая хрупкая женщина. Гомельчанка Тамара Адамовна Пчеренкова, ветеран мотоциклетного спорта, а вместе с тем участник партизанского движения Великой Отечественной войны и бывший узник гестаповской тюрьмы. Такая биография наглядна объяснение тому, что проект «Цветы Великой Победы» стал для нее особенно близким. «Человеку 86 лет. Любой выезд для нее – это событие. Сами понимаете, в таком возрасте. И хотелось бы ее примером показать молодежи, что в любом возрасте нужно быть активным, в любом возрасте нужно показывать пример своей жизнью, показывать пример подрастающему поколению, другим людям». «Эта акция очень хорошая. И патриотическое воспитание молодежи необходимо, чтобы учились на наших примерах. И вот это мотоциклы тоже, чтобы одолевали вождение техникой владелья. Это необходимо молодому поколению. Мотоцикл вырабатывает силу воли, смелость, находчивость. Ну и, конечно, патриотизм должен быть всех». Совместный проект БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси «Цветы Великой Победы» родился еще в прошлом году. Тогда в передвижном музее собрали предметы времен Великой Отечественной войны. Во время путешествия в каждом городе выставка пополнялась и новыми предметами, когда же в свои права вступил год культуры, проект решили немного изменить. Сейчас на хранении сюда принимают вещи, отражающие традиции и самобытность нашей страны. И вот здесь сформировались уже две тематические зоны – Беларусь военная и Беларусь мирная. «Например, в Витебской области нам предоставили костюм мещанки 19-го столетия. В Минске нам предоставили костюм 17-го столетия парадный. Также сегодня нам предоставили костюм Гомельской области, Неглевского района». «В каждом регионе минимум один экспонат нам предоставлялся в пользование. И более того, когда посетители приходят, особенно ветераны, участники Великой Отечественной войны, они приносят с собой свои воспоминания, книги собственного сочинения. Вот, к примеру, в Шлобине нам ветеран предоставил свою книгу, автором которой он является «Дети войны», и мы включили ее непосредственно уже в экспозицию музея». В отличие от традиционных музеев, здесь ко всему можно прикоснуться, все можно примерить и сфотографировать. Причем покупать талончик в таком автобусе не нужно. Посещение музея бесплатное. После Гомеля он отправился в Минск для презентации обновленной экспозиции. Гомельщина стала завершением марафона и вместе с тем началом нового проекта под названием «Диалог поколений». Один из первых прошел на базе телерадиокомпании Гомель. Такие же диалоги состоятся во всех регионах области в течение этого года. Это позволит молодому поколению заявить о своих взглядах, идеях и креативных предложениях. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Как видим, интерес к истории не угасает, и это здорово. Тамара Адамовна, знаю, что вы достаточно часто встречаетесь с молодежью. Какие истории, какие события и факты больше всего интересны поколению «Некст»? Вы знаете, вот выступая перед молодежью, я обычно наблюдаю за реакцией. Очень внимательно слушают, много задают вопросов. Но я, собственно, рассказываю историю и своей военной жизни, и в общем масштабе, что такое фашизм и каково его истинное лицо. Безусловно, это необходимо, очень необходимо, чтобы молодежь знала, потому что действительно, как один философ сказал, без прошлого мы можем потерять будущее. Поэтому я считаю, что надо активизировать еще больше эту работу. Надо постоянно-постоянно заниматься с молодым поколением. Потому что не зная войны, даже, вы знаете, не только молодое поколение, даже постарше намного люди и тоже не знают события военных. Поэтому я считаю, что это очень важная, актуальная тема сегодняшнего дня. Тамара Адамовна, немножко отвлечемся от темы. Вас и сегодня можно встретить на мотоцикле. Какую роль этот железный конь сыграл в вашей жизни? У меня к этому мотоциклу предыстория военная. Понимаете? Когда-то я, когда была связной партизанской, я могла только сведения, только слушать и передавать эти... А после войны я задалась целью. Смотрела фильмы, убивают водителя. И представила себе, если не дай бог очередной войны, в коляске будет пулемет с пулеметчиком, и мы пройдем, где места тяжелые для техники. То есть это был стратегический ход, вы так продумали, да? Да, да. И потом же я владела вождением автомобиля, думаю, вдруг убьют водителя, надо за роль сесть. Понимаете, этот патриотизм наш, он у нас остался, в моем поколении. Часто на соревнованиях меня корреспонденты спрашивали, я этого не могла им рассказать. Вы сегодня садитесь вслегку за мотоцикл? Это благодаря Канину, Павлу, на мото-клуб. А нет, Канину, а потом еще вспомню редакция советского района. Это они привезли меня туда, в ночные волки. И вот с 2010 года я с огромным удовольствием, и когда я сажусь за руль мотоцикла... Ой, вы не представляете. Непередаваемые ощущения. Во-первых, этот спорт вырабатывает силу, мужество, находчивость, смелость. Это молодому поколению надо обязательно овладевать техникой. Лучший пример в студии на Пушкина-8. Павел, руководитель гумельского отделения мото-клуба «Ночные волки». Хотел сказать большое спасибо Тамаре Адамовне, что поддерживает нас, мы поддерживаем ее. С 2011 года вы приняли Тамару Адамовну себе в команду? С 2010 года. С 2010 года мы уже одна команда, и все мероприятия патриотической направленности не обходятся без участия Тамары Адамовны. Как реагируют граждане, прохожие? Ну, я думаю, что они очень сильно удивляются, потому что, ну, пример обывательства – это телевизор и диван. А когда человек 86 лет активен и участвует в мероприятии, тем более не просто статично, а садится за мотоцикл, за руль мотоцикла и едет. Еще и вас заряжает энергией. Своим примером. Конечно, так по-другому никак не может быть. Это тот фундамент, на котором держится наша деятельность, и мы стараемся работать с молодежью, чтобы они тоже видели и участвовали в этом движении. Поэтому Тамара Адамовна – очень важный элемент нашей работы. И очень важный член нашего мутокровения. Хотели небольшой подарок сделать Тамаре Адамовне, сделанный своими руками, участниками нашего мутоклуба. Расскажите, что это? Ну, это… это мотоцикл, да. Но был когда-то небольшой грудой металлических деталек, и вот в умелых руках мастера он превратился вот в такой хороший сувенир. Ой, 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 ой. Передаю вам. Это великолепно. Благодарю. Это самый дорогой подарок для меня. Благодарю вам. Тамара Адамовна, скажите, на ваш личный похож? Ну, на тот, на котором я сейчас похож, только мой красивый, белый. А этот темный. Это запасной будет вариант. Ну, это запасной, да, пусть стоит и до него доберется. Неоднократно мы сегодня в студии говорили о том, что сегодня по-прежнему задача номер один – дать правдивую информацию о великой победе. новому поколению белорусов. Где и как, где и когда вас застала война? Война застала меня, мне шел 13-й год. Ну, поскольку быстро Германия, фашисты нападали, значит, был сформирован партизанский отряд. Это деревня Долголесе, 30 километров от Гобеля. Мой отец сражался в партизанском отряде, Гомель-Сильский. И партизанам необходимы были сведения, что делается на куплерной территории. Но поскольку я была мальчишка-сорванец в детстве, да, то и память, кстати, у меня была хорошая, почему мне и поручили это задание. Вот руководитель отряда и отец поручили мне, значит, такое, значит, выяснять, слушать, прислушиваться к отрывкам фраз и прочее. И все сведения, что я вижу, слышу, я на определенном месте с отцом встречалась и передавала отцу. Ну, листовки развешивала, когда с леса возвращалась. Но в отряде я не была. Не была по той причине, что с целью конспирации. Ушли в отряд, сколько-то у нас человек, 20, потом с них вернулись обратно. И если бы я числилась в отряде, тут же веселится. Поэтому, естественно, эта конспирация нужна была. Ну, а отцу я хотела хоть посмотреть, где они базируются. Отец сказал, нет, категорично, и еще добавил, можешь не выдержать. Я вот эти слова не понимала, что значит не выдержу. И только я поняла, когда мне в тюрьме стягали жестоко плетками при допросах. Вот я поняла, что отец предусмотрел, можешь не выдержать. То есть при пытках действительно можешь не выдержать. Так что они очень рамотно поступили в этом вопросе руководителя отряда и отец. А вот еще задача не из простых. Как понятно растолковать молодому поколению цену мирного неба? Знаю, часто читаете свои стихотворения. Может быть, и сейчас буквально, коротко. Это случилось в июне 22-го числа. Все было как накануне, но в жизнь ворвалась война. Она прошла по городам и селам и миллионы жизней унесла. Всех наделил бедой и общим горем. И ни одну семью не пошла. Война отняла детство и надежды. Ее не позабыть нам никогда. Историю писали раз и навсегда. Мы все прошли. Огонь, нужду и холод. Сквозь смерть родных и близких, и друзей. Нас гнал вперед неимоверный голод и сотни нами виденных смертей. Детей войны легко узнать по взгляду, который невозможно изменить. Ведь зло войны четыре года кряду их вынуждало выживая жить. Мы выдержали все и победили. Иначе просто не могло и быть. Мы верили страну, как мать любили. И все, что было, нам не позабыть. Свой вклад в работу с молодежью вносят и патриотические клубы. Юнус Юсуфович, насколько это движение распространено у нас в регионе? Ну, на сегодняшний день, ну, во-первых, хочу остановиться коротко. У нас областной внештатный центр военно-патриотического воспитания и занятости молодежью. При войсковой части 55-25 Держинец. Это центральное звено, скажем так, в регионе у нас. Это центральное звено. А клуб «Честь» – это одно из маленьких подразделений. Но, честно говоря, у нас по городу Гомеля много людей ходят, детей ходят в военной форме. Но как такового патриотического воспитания... Я знаю один только клуб в Речице – «Скиф». А так... Ну, правда, вот мы сейчас с областным дворцом детей и молодежи проводили областную зорницу. Девять дней. Ну и как мнение ребят? Они активно участвуют? Они активно участвуют. Они хотят участвовать в этом. У меня вот в этом году, вот буквально два дня тому назад, приехали ребята, которые закончили Рязанское училище, получили лейтенантские погоны. Еще один парень, Кирилл Бусленко, сейчас поедет учиться. Вот. И Дима Житник и Богдан приехали уже лейтенантами. То есть, как мне задают вопрос, в каких только силовых структурах твои ребята не служат? Ну, на сегодняшний день во всех силовых структурах Республики Беларусь служат ребятам и посреди Турбатистов. Патриотизм дело тонкое, важно не перегнуть палку. Что необходимо, вы как педагог опытный, что скажете, что необходимо для того, чтобы заинтересовать молодежь и, конечно же, не отвернуть? Чтобы они сами этим занимались. Очень хорошо в этом помогают современные технологии. Даешь направление, как я им всегда говорю, вы постоянно сидите в интернете. А вот вы возьмите, вот на этот вопрос мне ответьте. И каждую неделю у меня ребята пишут рефераты, потом их защищают. Не только Великую Отечественную войну мы захватываем, мы захватываем и Древнюю Русь. И все же, чтобы зрителям было понятно, это не только работа в кабинетах. Большая часть занятий проходит на открытом воздухе, на спортплощадках? Ну, субботу, воскресенье у нас все занятия проходят в любую погоду, в любое время года, проходят в лесу. Хорошо, знаю, что среди ваших учеников, воспитанников есть и трудные подростки, так называемые трудные подростки. Как заинтересовать их? Вы знаете, вот я уже давно работаю с детьми, как только ушел на пенсию. Я вам скажу, что трудных детей не бывает. Не бывает, просто-напросто не бывает. Вот любого ребенка можно заинтересовать, и любой ребенок, он становится... Становится... То есть, это пластичная масса. Пластичная масса. Вот что ты в него заложишь... В руках педагога. Что ты в него заложишь, то и получишь. Мы создали клуб «Честь» в 2003 году, 11 апреля. И с тех пор, ну, трудных у меня детей не было. Все были какие-то хорошие. Они все-таки, это как вот, проходят обучение, например, вот сейчас парень, Кирилл Бусленко, да, он очень не хотел, но пять лет он отходил. А сейчас вот вчера буквально с родителями приехал, благодарили, что вот вышел такой парень, так далее. То есть, трудных детей... Ну, я считаю, что не бывает таких трудных детей, которых надо там обязательно ставить на учет, там, наручники одевать, розгами бить и так далее, и тому подобное. Ну, нету таких. Как раз в продолжении темы патриотизма, хотел сказать, что здесь сегодня в студии присутствует победитель областного этапа бардовской песни «Цветы Великой Победы» Львович Вячеслав с песней «Почтальонка». Хорошее дополнение в тему разговора, музыкальное дополнение в тему разговора, правда? К сожалению, война, беда актуальная, войны не проходят на земле, поэтому эта песня, наверное, об этом. Почтальонка Почтальонка Тяжела, тяжела, тяжела тебе с ума, тяжела моя с ума, тяжела моя с ума. Все газеты, да газеты, да тащу ли их сама, да тащу ли их сама, тяжела моя с ума. Почтальонка, почтальонка, тяжела ли тебе тащить? Тяжела моя с ума, тяжела моя с ума, все журналы, журналы, стопудовые тома, стопудовые тома, тяжела моя с ума. Почтальонка, почтальонка, обошла ты все дома. Обошла я все дома, обошла я все дома. Разнесла газеты, письма, тяжела моя с ума. Почтальонка, почтальонка, ты снимай свою суму. Не могу я снять суму, не могу я снять суму. Там на Донце похоронка, не могу читать кому. Там на Донце похоронка, похоронка. Серый камень на груди, серый камень на груди, стопудовый на груди. Говорила, баба Настя, в почтальонке не ходи. Говорила, говорила, почтальонка, почтальонка. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого!